Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский девиз применим и для соревнований беспилотных летательных систем. Разве что последнее слово лучше заменить, чтобы получилось быстрее, выше, грузоподъемнее. Кстати, перевозка грузов входит в один из соревновательных треков. У каждой команды есть свой секрет успеха в этом вопросе. Но организаторы решили всех уравнять, выдав одинаковые аппараты. Конечно, было очень неожиданно, что выступаем не своим оборудованием. Но это и логично, потому что два дня со своим оборудованием приехать – это слишком много. Но теперь уже появляется спортивный интерес, и надо доработать изначально неподготовленный дрон к полетам. Планируем делать, конечно же, сначала моделировать захват и груз. Так как мы это уже делали, мы, скорее всего, будем делать по аналогии. Немного остановимся на захватах и грузах. Последние, кстати, участники должны смоделировать сами по заданным параметрам. Объем – 5 на 5 сантиметров, вес – 100 граммов. Когда все готово, можно приступать к испытаниям. Нужно уметь, конечно же, программировать, знать базы дрона, как он летает, как он настраивается. Также уметь работать с Raspberry Pi. Это материнская плата мини-компьютер. Большое количество участников, а их, напомним, более 170 человек со всей России, не случайно. С каждым годом интерес к беспилотным технологиям растет. Беспилотники проникают во все сферы жизни – от сельского хозяйства до медицины. Соответственно, задача номер один – воспитание будущих операторов БПЛА. Да, первое время летать очень сложно, но когда ты привыкаешь, чем больше ты летаешь, тем уже становится легче. Затем мы изучили автономное программирование. Было много попыток, много неудач. Мы даже разбивали потолки. Но мне это очень нравится, потому что это интересно. Завершатся соревнования 8 сентября на территории аэродрома «Белый ключ», где пройдет военно-патриотический авиационно-спортивный фестиваль ДОСААФ России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!